Азербайджан Азербайджан ускоренными темпами превращается в межрегиональный транспортный хаб. Увеличение объема транзита и торговли, проходящего через территорию Азербайджана, доказывает его стратегическое значение в регионе. Чем больше грузов проходит через территорию страны по направлениям север-юг и восток-запад, тем больше денег она зарабатывает, так как каждая перевезенная тонна имеет свой установленный тариф. В этой связи необходимо отметить реализацию железнодорожных проектов, в которых заинтересованы крупнейшие экономики региона. Здравствуйте, в эфире телеканала СБС программа «Экономика дня» в студии Сулитдин Багиров. О перспективах транспортных проектов и роли Азербайджана в их реализации мы поговорим с помощником президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасией Лавриной и доцентом ЮНЕК, доктором философии по экономике Анаром Рзаевым. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Азербайджан, как транзитная страна, имеет особое место в регионе. Какие факторы делают Азербайджан стратегически важной страной? Можно отметить очень много факторов, которые влияют на развитие Азербайджана еще с момента обретения независимости после развала Советского Союза. Ведь в начале 90-х это была успешно налаженная энергетическая политика, которая на протяжении многих лет позволила государству перенаправить ресурсы на развитие других отраслей. И на данный момент, хотя государство продолжает успешно диверсифицировать экономику, энергетическая политика государства предоставляет большой потенциал для успешной реализации многих проектов. В том числе Южный газовый коридор, который на данном этапе проходит свою основную стадию развития. Потом стоит отметить также успешное экономическое направление Азербайджана, которое в свою очередь начало развиваться после успешно реализованной энергетической политики. То есть это такое же направление, которое делает Азербайджан перспективным в развитии различных международных и региональных отношений. Что немаловажно, это стабильность в регионе, которую может обеспечить Азербайджан при реализации различных экономических и энергетических проектов. Но немаловажен тот фактор, что Азербайджан имеет очень выгодное расположение между Европой и Азией. И через территорию Азербайджана проходит очень много важных проектов. В том числе сейчас государство уделяет большое внимание развитию железнодорожных путей, реализацию дальнейших различных энергетических проектов. Как я уже отметила, это Южный газовый коридор. Из железнодорожных путей можно ответить Астара. Астара, допустим, проект, который начал успешно функционировать. В том числе стоит отметить, что этот проект является частью проекта Север-Юг. Ведь при успешной реализации этого железнодорожного проекта это сможет соединить сразу несколько стран в регионе и наладить успешное как политическое, так и экономическое сотрудничество. Проект нацелен соединить как интеграцию транспортных магистралей Ирана, России, Азербайджана, Индии и с дальнейшей успешной транспортировкой различных товаров и в том числе пассажирских составов. Поэтому можно отмечать очень много перспективных направлений Азербайджана, которые представляют интерес для наших региональных и международных партнеров. Был бы тот же самый вопрос, скажем, лет 15 назад. Мы бы ответили, скажем, географическое положение. И всегда, отвечая на тот же самый вопрос, говорили про географическое положение. Но вот за эти 15-20 лет страна смогла создать и другие факторы, которые создают сравнительные преимущества нашей страны по сравнению с другими странами. Среди них можем ответить, во-первых, существующую и созданную новую инфраструктуру. Это обновленные железнодороги, обновленные автомобильные дороги, обновленный порт, обновленные пограничные переходы. Все это инфраструктура, которая делает страну более привлекательной для проведения международных проектов, транспортных проектов и проведения международных грузопотоков. Второе дело – это денежные возможности Азербайджана. Азербайджан, как мы видели, и в случае Пакута Белесикарс, и в случае проекта Север-Юг, проинвестировал свои денежные средства в соседние страны. Это тоже делает нашу страну достаточно привлекательной, привлекательной как партнера в международных отношениях. Третье – созданный человеческий потенциал. За все время проведения энергетических проектов население, работая с иностранными предприятиями, с иностранными фирмами, с транснациональными корпорациями, создалась определенная прослойка людей, которые умеют эту работу делать. Они знают, как оформлять документы, они знают, как входить в международные коммерческие отношения, проводить эти отношения в жизни. Вот эти факторы, они тоже делают Азербайджан достаточно привлекательным и более удобным партнером в международном проекте, нежели некоторые другие страны в регионе. Как раз несколько дней назад был запущен первый испытательный поезд по железной дороге Астара-Астара, причем товарный поезд. Как это событие изменит транспортную карту нашего региона? Во-первых, вот эта ветка Астара-Астара, она является последним звеном в создании железнодорожного коридора «Север-Юг». И это событие не просто прохождение какого-то одного товарного состава, либо поезда за пленое время по этой ветке. Оно событие знаменательное тем, что мы показали, что новый транспортный коридор начинает работать. Эти перевозки, возможно, будут переориентировать на железнодорожные перевозки через нашу страну по этому коридору. С другой стороны, в коридоре «Север-Юг» существует три альтернативных варианта. Первый вариант был перевозка из Бандарабаса до Анзали, из Анзали до Астрахани, порт Оля. И там даже были проинвестированы с российской стороны определенные средства, чтобы порт был приведен в порядок. Другой маршрут, маршрут через так называемый восточный маршрут, это через Туркминстан и Казахстан в Россию. Эти три маршрута тоже между собой конкурируют. И в данном случае, фактически, наш вариант, наш альтернативный маршрут будет показывать больше альтернативную конкурентоспособность. В этом смысле, конечно, изменяется не только карта, но изменяется сама архитектура международного транспорта, перевозок. В стране и в регионе нужно еще учить другой момент, что грузы, проходящие из Бандарабаса до Баку, не обязательно могут идти в сторону России. Они могут спокойно повернуться и идти по Кутеблиссекарску в Европу. То есть в этом смысле мы видим совсем другую перспективу этой ветки. Ваши комментарии. Стоит также отметить такую платформу, которая создается в регионе, платформа сотрудничества не только регионального, но и глобального. Ведь все страны, которые задействованы в реализации данного проекта, они сами заинтересованы на успешное функционирование, безопасное функционирование и перспективное функционирование данной железной дороги. Более того, если сейчас эта большая дорога нацелена на перевозку товарных составов, в дальнейшем это планируются также пассажирские перевозки, что немаловажно. Ведь это сможет сократить, возможно, время прохождения товара между странами, быстрее доставка и, соответственно, уменьшение стоимости, что немаловажно для жителей всех этих стран. Что еще стоит отметить, что, как уже отметили, это хороший вариант для дальнейшей интеграции в Европу. Ведь товары, которые раньше, скажем, переходили через Россию, по территории России, сейчас могут спокойно интегрироваться по этой ветке в дальнейшем в Европу. Это при использовании Баку, Тбилиси, Карс, как было отмечено. И, что, разумеется, немаловажно для самого Европейского Союза. Ведь сейчас большинство товаров переходит воздушным перелетом, используются самолеты, что, соответственно, увеличивает стоимость товаров. Если же сейчас используется это по морю, перевоз товаров, то это небезопасно, потому что есть варианты неблагоприятных природных условий или какие-то другие моменты, которые могут повлиять и на качество товара и, соответственно, уменьшить его стоимость. Поэтому Европейский Союз, европейские страны, они сами в дальнейшем очень заинтересованы в интеграции, разумеется, после успешной реализации всех технических моментов. Скажем, более быстрое перемещение товара, это, разумеется, технические аспекты, это безопасность, что немаловажно. Что еще важно отметить, это такую региональную ветвь сотрудничества, которая позволяет интегрировать экономические усилия взаимодействия Азербайджана и Ирана. И в то же время изолировать Армению, что немаловажно, я бы сказала. Ведь экономическое развитие региона во многом зависит от успешной реализации этих проектов. И армянское государство, армянские власти, они сейчас уже понимают, что происходит такая изоляция продукта и товара, которые раньше могли переходить по территории Армении с дальнейшим распределением в Европе. Сейчас Иран видит больший потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном и перевоза своих товаров через территорию Азербайджана в Европейский Союз, что также немаловажно в этом развитии региональном. А в чем конкретно Армения проигрывает в ходе развития трехсторонних отношений между Азербайджаном, Ираном и Россией? Во-первых, это экономическое, как уже было отмечено. Это потери больших миллионов, я бы сказала, миллиардов долларов, которые теряет Армения. Ведь когда через территорию проходят товары, во-первых, это прибыль за предоставление своей территории для перевозки товаров из пункта А в пункт Б. И во-вторых, это возможность свои товары также экспортировать на внешний рынок. Сейчас Армения потеряет эту возможность и, соответственно, большие финансовые сложности ожидают на ближайшее время. Что еще стоит отметить, это в том плане, что политическая интеграция этих стран, Россия, Ирана и Азербайджана, она более интенсивно будет развиваться. И я думаю, что армянские власти, они уже должны понимать, что без скорейшего и разрешения Нагорно-Карабахского конфликта и возвращения оккупированных территорий, у нее нет вариантов присоединения к этому проекту. Соответственно, нет варианта экономической интеграции региональной и, соответственно, происходит деградация экономического развития страны. У вас есть дополнение? Да. По поводу ситуации с Арменией я бы хотел добавить следующее. Нужно иметь в виду, что транспортные потоки, они достаточно инерционные, то есть они имеют достаточно высокую инерцию. После того, как транспортный поток уже пошел по оплённому маршруту, его переориентировать требует очень больших усилий, очень долго. Даже если взять на нашем примере, если оплённый поток, который идет через южный транспортный коридор, через Индийский океан, переориентировать его, вот несколько стран, Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, все инвестируют, все ведут на политическом уровне переговоры, но переориентировать даже часть этого потока требует огромных усилий. Сложно представить, что в дальнейшем Армения, будучи Арменией, сможет выполнить вот эту роль, которую вот эти страны вместе взятые, скажем, в течение 20 лет инвестируют, переговариваются, подписывают договора. Есть другой момент, нужно знать, что геоэкономическая ось, так принято, что она находится на товарных потоках. Так где проходит товарный поток, там и находится геоэкономическая ось, потому что по этому товарному потоку идут товары, идут денежные потоки, идут информационные потоки, идут даже культурные потоки. То есть находясь вблизи вот этой геоэкономической оси, страны интегрируются вообще в человеческое развитие, в глобальное человеческое развитие. Не будучи там, не будучи в геоэкономической оси или будучи отрезаны от нее, страны либо народы, они просто уходят, скажем, в темные века. Самая главная потеря Армении, что мы, как страна, отрезаем ее от общечеловеческого глобального планетарного развития. И дальнейшая ее интеграция туда, как видно, может произойти только с нашего позволения. Потому что мы не только создали эти проекты, но мы еще являемся совладельцем этих проектов. И решение о ее присоединении к этим проектам, возможно, только-только так же и с нашего согласия. Я сомневаюсь, что такое согласие мы дадим до сих пор, пока некоторые проблемы общей существующие, они просто не решатся, связаны с Карабахом, конечно же. Что по поводу Китая? Мы знаем, что Китай играет важную роль в транспортной системе нашего региона. Насколько географическое положение Азербайджана важно для Китая? Китай начал искать дополнительные альтернативные пути перевозки товаров, если даже чуть-чуть дороже, в Европу как своего основного партнера. Но уже тут другой момент еще. Знаешь, что торговля между Европой и Китаем, это фактически торговля между Германией и Китаем. То есть там Португалия и Франция, они очень мало в этом участвуют. Это Германия и Китай. Так вот, до немецких портов добраться, либо очень сложно, либо до немецкой территории дойти, это нужно проходить через голландские порты. В результате мы получаем фактически работу в два порта. Роттердам, порты Бельгии и так далее. Есть еще большая ситуация, мы видим, что фактически вся эта торговля висит просто на двух-трех портах, а их пропускная способность, конечно же, ограничена. Поэтому для Китая важно, жизненно важно создать новые потоки, маршруты для потока их товаров. Поэтому именно, скажем, проект был «Щелковый ветер», которые были проинвестировать 40 миллиардов долларов в сам Китай. Потом известный проект «Белтон Роуд» – «Один поезд, одна дорога». Общие инвестиции оцениваются до 900 миллиардов. Нужен будет транспортный гэп, который существует в регионе, чтобы его перекрыть. Нужно будет проинвестировать, и Китай готов все это дело делать. То есть для Китая, как было до этого сказано, это жизненно важная ситуация. И я считаю, что Китай будет этого добиваться всякими путями. В этом смысле, конечно же, я бы назвал нашу территорию Азербайджан, а также и вот эти ветки Пакутбеллисикарс, Астара-Астара, я бы назвал сухопутным суэцким каналом для Китая, потому что фактически других альтернативных путей не существует. Существует, конечно же, северный железнодорожный путь через Казахстан и Россию. Но, как видно, Китаю этого недостаточно. Они хотят больше диверсификации, чтобы товары постоянно шли и не останавливались. Ваши комментарии? Что важно ответить здесь? Для Китая очень важно иметь диверсификационные пути, то есть не направляться по одному направлению, а иметь различные альтернативные варианты, как они могут доставлять свои товары до Европы. Россия, конечно, как было отмечено, это очень важно, это позволяет большую пропускную способность, но Китай на данный момент очень ищет альтернативу, как можно добраться до европейского рынка через альтернативные пути. И успешная реализация железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс рассматривается Китаем, на мой взгляд, как дополнительная ветвь, которая может быть использована и, возможно, даже как часть присоединения проекта «Одна дорога, один путь». Здесь можно провести такую параллель, скажем, энергетическая политика Европейского Союза. Ведь Европейский Союз получает большое количество газа из России по существуемым трубопроводам, но параллельно она заинтересована в развитии альтернативных путей, как Южный газовый коридор. Разумеется, успешная реализация Южного газового коридора не покроет все нужды Европейского Союза и не уберет с рынка Россию, как одного из главных поставщиков газа, на рынке Европейского Союза. Но это дополнительный путь, это альтернатива, которую можно использовать, во-первых, для диверсификации энергетической политики, во-вторых, для развития энергетической безопасности стран Европейского Союза. И, в-третьих, это в случае неполадки или какого-то сбоя одного из пропускных путей можно использовать альтернативный вариант. Поэтому здесь я вижу, что для Китая дальнейшее присоединение к жизнедорожному проекту Баку-Тбилиси-Карс рассматривается как не основной дальнейший путь доставки товаров до Европы, до европейских стран, но как дополнительная альтернатива, которую, разумеется, он будет использовать и будет развивать. Как реализация транспортных проектов приведет к увеличению денежного потока в Азербайджане? Во-первых, главное, что стоит отметить, это инвестиции, которые согласны инвестировать энергетические и также экономические предприятия из того же Европейского Союза для дальнейшей реализации этих проектов. Ведь построить железные пути — это одно направление. Второе — это дать их эффективную работу. И организации, скажем, различные корпорации, европейские, в том числе и региональные, они заинтересованы, ведь они видят выгоду, которую они могут получить от успешного функционирования различных энергетических и в том числе экономических путей. Поэтому инвестиции, вот, хотел бы вернуться касательно Армении, то, что мы до этого сказали, то, что Армения не задействована ни в каком из этих проектов, из-за своих политических соображений, из-за своей политики, она лишена вот этих инвестиций, в том числе крупных корпораций, которые так необходимы для экономического развития потенциала страны. Азербайджан очень много инвестиций вкладывает в развитие различных экономических проектов, но в то же время успешное сотрудничество с международными организациями и проектами, это, разумеется, на одном из перспективных направлений. Второе, что немаловажно, это техническое развитие и в то же время инвестиционное. То есть при дальнейшей успешной реализации будет происходить приток различных экспертов, параллельно с инвестициями, и развитие транспортной и экономической инфраструктуры Азербайджана, что немаловажно в дальнейшем для привлечения, развития и получения большой прибыли с реализации данных проектов. Потом стоит отметить интеграцию с Европой, как уже много отмечалось сегодня, ведь Европа, она очень зацелена и заинтересована в развитии регионального Южного Кавказа, это присоединение к различным проектам. И в то же время она готова инвестировать большие средства для того, чтобы в дальнейшем наладить такой альтернативный путь и усилить интеграцию с странами в регионе. Поэтому я вижу, что для Азербайджана здесь большой прибыль можно ожидать сначала успешного функционирования всех этих проектов, которые мы сегодня здесь упоминали. И даже если зацикливаться на энергетических различных проектов, скажем, присоединение новой страны, во-первых, это идут инвестиции на построение какого-либо участка дороги или участка трубопровода, в дальнейшем идет его заполнение. То есть страна может вернуть деньги, которые она инвестировала, и потом уже говорить о прибыли. То есть для Азербайджана, который успешно сейчас планирует развитие энергетических и экономических проектов, то в ближайшие пять лет можно уже думать о какой-то прибыли, которая в дальнейшем поможет диверсифицировать экономику Азербайджана и направить средства на реализацию каких-то других проектов. Господин Альзаев? Во-первых, между Китаем и Европой каждый год циркулирует до 50 миллионов контейнеров. Со стороны Китая разными путями доставляются до Европы. С другой стороны, есть еще и поток созданной Индии, который в дальнейшем будет расти, тоже оценивается примерно до 30 миллионов тонн. Количество получить можно. Каждый контейнер примерно 22-23 тонны. Если разделить, то можно получить количество контейнеров. Так вот, если оценивать весь рынок, это 50 миллионов контейнеров с Китая в Европу и еще 30 миллионов индийско-пакистанский регион, Непал, все эти страны создают этот поток. Теперь нужно получить такую вещь. Контейнер, который уходит туда, он должен возвращаться обратно, он не может там собираться. Его нужно возвращать, и его возвращать либо груженным, либо пустым обратно. То есть весь грузопоток состоит из этого. Если посчитать рынок, перевозка, скажем, с Китая до Европы по южному пути может составлять до 50 тысяч долларов. Если умножить, то получаем мы сотни и сотни миллиардов долларов по себе мирового такого рынка. Если смотреть на территорию Азербайджана, если контейнер проходит через нашу страну, во-первых, он будет платить за перевозку, скажем, по железной дороге, со старой, скажем, до другого программ-перехода. Будет платить, это может, скажем, быть до 500 долларов. Можно умножить просто количество на 500, получить цифры. Но с этим сопряжены и другие услуги, разгрузка, погрузка, оформление, сопровождение, экспедиторские услуги, электронные услуги, услуги платежа. Вот все эти сопровождающие услуги создадут дополнительный поток. То есть мы здесь говорим про сотни миллиардов долларов рынка, с которым мы конкурируем. И этот рынок намного повышает нефтяные доходы, и можем получить намного больше дохода, чем наши существующие нефтяные доходы, что хорошо доказано, например, Египта с их советским каналом. Скажем, в прошлом году их доходы с советского канала составляли более 6 миллиардов долларов. Просто сюда проходят и платят деньги. За это они... Это прямые перечисления советского канала. В советский канал не связано, еще не было подсчитано, какие сопровождающие услуги. То есть мы здесь говорим про очень большой рынок услуг, которым мы конкурируем, и надеемся, что мы получим с этого определенную долю. Даже очень малая доля составит очень большие деньги. Спасибо, господин Резаев, госпожа Лаврина, за столь подробную детальную информацию. Напомню, что о перспективах транспортных проектов и роли Азербайджана в их реализации мы поговорили с помощником президента Международного фонда Евразия Пресс Анастасией Лавриной и доцентом ЮНЕК, доктором философии по экономике Анаром Рзаевым. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова